Александр Сумароков, значит, три создателя российского имперского языка, как я уже не раз говорил, Тредяковский, Сумароков, Ломоносов. В Тредяковском уже говорил и даже текст анализировал. Значит, сейчас о Сумарокове и собираюсь также о Ломоносове. Сказать, значит, Сумароков был профессиональным литератором, между прочим. Кто он был по жизни? Он был по жизни дворянин. И последний чин, который у него был, это генерал-майор. То есть Сумароков, вообще-то, генерал. Именно к социальной природе этого языка. То есть это язык дворянский, конечно. Его создавал дворянин Сумароков, дворянин Тредяковский, дворянин Ломоносов. Ломоносов, конечно, не из дворян происходит, но фактически находился на позициях дворян. Ну, а Ломоносову я еще поговорю об всей этой легенде, что он якобы там какой-то разночинец. Конечно, какой он был разночинец? Он был чиновник российский Ломоносов. Происхождение не так важно его. Ну, в принципе, у Сумарокова была обычная для дворян совершенно карьера и биография. Он окончил сухопутный шлихетский кадетский корпус, который они все заканчивали, высшая, так сказать, аристократия, это офицеры. Ну, там по тем временам довольно сильно учили европейской культуре. Это Елизавета уже там, ее времена. То есть там обучали танцем, они там танцевали, и первый балет был как раз этого шлихетского корпуса. Много иностранных языков. В результате Сумароков свободно читал на немецком, французском, немножко на итальянском. Естественно, прогружали всю греко-ремскую культуру в латинскую версию. То есть латинский язык и на латинском языке тексты базовые для греко-ремской культуры. В принципе, вот это гимназическое образование я делаю в курсе по латинскому языку, где параллельно идет язык, конечно, и все тексты, которые собираюсь до 222 довести. Кто весь курс мой латинского освоит, считает, что кончил классическую гимназию, потому что скоро там будет Кателина и все такое. Ну, вот это самое учил Сумароков. Еще в корпусе в Кадетском он прочитал езду в «Остров любви» Тредиаковского, которую вообще все читали, потому что больше романов никаких и не было. Ну и да, вот увлекся этой идеей, что нужно создать русский язык. Начал писать стихи всевозможные. В 1941 году он был молодым дворянином в чине поручика. Произошел переворот, пришла к власти Елизаветы, никак особенно не повлияла на Сумароков. Он продолжал потихоньку стишки писать, делать карьеру. В 1951 году он стал полковником, в 1955 году бригадиром. Бригадир – это чин между генералом и полковником. Сейчас устраненный, но можно сказать, что генерал-майор. Потом он официально уже был генерал-майором, чуть позже. Писал он пьесы, все сороковые поругался с Тредиаковским и Ломоносовым, но тем не менее приобрел определенную славу. Елизавета в целом продвигала Сумарокова, несмотря на все конфликты, и Сумарокова, и Ломоносова. Она их как бы уравновешивала. А вот Тредиаковский выпал из обоймы, его затравили конкретно. Ну, об этом я уже говорил. Значит, его сделали директором Первого русского театра, о чем я тоже уже говорил, потому что он был основной драматурой, и других и пьесы-то не было, никто и не писал пьесы. Тредиаковский пытался, но безуспешно. При театре у него была группа сторонников. Он был уже масоном, к тому времени довольно активным. Сумароков-масон. Он в 1759 году издал первый журнал в России «Трудолюбивая пчела». Первый литературный журнал в России «Сумароков» издал «Трудолюбивая пчела». В 61-м году его уволили из театра, может быть, в результате интриги. К этому году он уже конкретно срался с Ломоносовым в открытую. Сумарокова пытались провести в Академии наук, но Ломоносов конкретно просто на уши встал и не дал, чтобы в его ведомстве был Сумароков. Они были в жутком личном конфликте, писали друг на друга политические доносы. В особенности, Ломоносов усердствовал. Ломоносова не надо себе представить как какого-то просветителя. Это стукач. Причем он стучал обычно по религиозным этим, что там оскорбляется православие и так далее. Ну и дойду я до всех художеств Ломоносова. Сумароков, хоть и природный дворянин, он смотрится все-таки лучше Ломоносова по его поступкам. У Моносова была еще и подлая такая тварь. Но у него не было же, так сказать, статуса за счет его родни, поэтому Ломоносов уже любым путем лез. Как бы родня его все равно бы не прикрыла, поэтому Ломоносов писал без всяких моральных стеснений доносы. Пришла к власти Екатерина. Она, в общем-то, Сумарокова поддержала. Они были одних взглядов. Он тоже атеист Сумароков. Сумароков просветитель. Она отменила все его долги. Сказала, что будет печатать сама все его сочинения за свой счет. То есть Екатерина пыталась поддержать, так сказать, местную литературу. Тем более, вот он тоже масон, так сказать, близкий по взглядам был. Ему дали чин действительного статского советника, то есть натурального генерала. Это генерал-майор по табеле о рангах. И, соответственно, у него были доходы, как у генерала. Но этот генерал ни на каких фронтах не воевал, он писал стихи. Вот такой вот генерал, пишущий стихи. Тем не менее, он... А, ну, первоначально она начали биральничала Екатерина, о чем я еще расскажу. Она выпустила наказ, который пыталась обсуждение в обществе организовать. Сумароков написал политические замечания на ее, значит, проект. Раз уж ему, так сказать, сказали дать замечания. Замечания Екатерине не понравились. То есть вот как бы наши либералы часто говорят, что у Екатерины ничего не получилось, потому что народ тупой. Но надо сказать, что когда ей реально, так сказать, вот она говорит, там, вот возражайте мне. Когда ей реально возражали, она их подавляла. Потому что Сумароков ей начал реально возражать. То есть ему сказали, что вот демократия будет, вот напиши, что ты думаешь о том, что написала царица. Он написал. Ну и все, она ему сразу рот заткнула. Новиков потом, когда будет ее критиковать, даже она анонимно будет писать, Екатерина, а Новиков ее критиковать будет, я расскажу. Она Новикова загасит. То есть Екатерина не знаю, какую демократию хотела. Она ему на словах говорила, а потом она же и гасила эту самую демократию. Тут сомнительно, из-за чего это все произошло. Возможно, и с самой Екатерины из-за такой ее политики непоследовательной. Ну вот, значит, получается, все-таки Екатерина потом его отстранила. Она ему не дала денег на командировку. Он просил, чтобы ему командировку во Францию дали, чтобы изучать театр французский, который он боготворил и подражал ему. Не дала ему на это денег. С 1966 года начался у него скандал. Он полюбил дочь своего кучера, то есть не дворянку, да? Хотя он был такой весь из себя дворянин. Генерал все-таки. Имел сына и дочь от этой дочери кучера. Вся родня орала, что о них не будет ничего никакого наследства. И мать его лично императрицы жаловалась, что он трахает дочку кучера. Ну, поскольку императрица-то была не православная, на самом деле, как я говорил, она не обращала внимания. В 1974 году они расписались, и Сумароков добился, что дети будут его. То есть они уже незаконно рождены были, потом уже признал их Сумароков с большим трудом. Расписался с этой дочерью кучера, и чтобы дети получили наследство. При этом всевозможные родственники устроили на него судебные дела и так далее. То есть они его возненавидели именно за то, что он, будучи дворянином, влюбился в третье сословие. И жутко его травили. К тому времени, в 70-е, еще начались проблемы с пьесами, начали другие режиссеры вставить в пьесы. Сумароков добивался, что только он был режиссером своих пьес. Он написал аж на Вольтеру, который был таким авторитетом, всеевропейским, и в особенности авторитетом для Екатерины. То есть вот Сумароков пытался с Вольтером переписываться, оправдывая свою деятельность, пытаясь использовать его авторитет своих конфликтов России. Что, дескать, вот он с Вольтером переписывается, Вольтерому то сказал, Вольтер, все. Была такая история. Но в конце жизни у него умерла эта Вера Прохорова, которую он любил, что довольно так на него плохо тоже влияло. Он пытался издавать все свои сочинения, ставить свои пьесы. Ну и вот в этих всех хлопотах, конфликтах он и умер в 1777 году в Сумарокове. Как личности пишут, что был довольно такой малоприятный и тяжелый. То есть такой поэт с плохим характером. Говорят, что внешность такая невысокого роста, с рыжими волосами, нервный тик. Любил шутить. В то же время, вот будучи таким дворянином, он любил красиво одеваться, будучи сам некрасивым. И Фанвизин издевался над этой манерой Сумарокова. Темперамент был крайне буйный, постоянно на все обижался. Хронически, когда ругался с Тредяковским и с Ломоносовым, он сильно злился там. Все, такой вот, немножко взбалмошный такой дворянчик. Регулярно бил, между прочим, слуг даже и чужих. Ну, на него тоже многие писали. Даже его родная мать ругала его за твою эту самую. Ну, вот, допустим, писали про Сумарокова. Можно ли по честь такого стихотворца за полезного общества, который из-за того, что сочинил несколько хороших трагедий, ненавидит весь человеческий род? Стихотворца, в котором правда и справедливости никогда не бывало, который всю свою жизнь припровел в бешенстве, беспрестанно других клевещет и старается о повреждении их чести, который бронит тех, кои ему даровали жизнь. Это родственники-то написали, да? Который с женой и с детьми своими разлучился единственно для того, чтобы неистовство свое удовольствовать с презренную своей рабою. Который и теперь всей несчастной жене не дает жить спокойно и в чужом доме. Проезжая мимо ее окошек, кричит во все горло, бронит ее бесчестными словами, посылает к ней в дом своих служителей, чтобы они ее бронили, и написав к ней ругательство, наполненное письмо, принуждает своих дочерей, чтобы на он им подписались. Ну, короче, еще тот парень был. Ну и семейные скандалы, как мы видим, тоже регулярно, причем на весь Петербург. То есть он подъезжал, короче, к своей жене бывшей, и он орал там с улицы всякие маты, на весь Петербург. Вот это поэт, блин. Ну, при этом, как и всякий дворянчик, он, говорят, расходовал деньги безалаберно совершенно, потому что они ему легко доставались. Поскольку чин большой, у него жалование было большое, генеральские деньги, ну и он их, говорят, постоянно тратил, и потом жался, что денег нет. Политические взгляды дворянские. Ну, наверное, да, здесь надо сразу, систематически сказать о том, что такое Сумуроков-то представлял. Сумуроков, во-первых, просветитель. Ну, я потом вернусь, некоторые тексты он будет расписывать это все. То есть он адаист, он масон, он не верит на самом деле в Бога и в религию. Ну, критикует он умеренно, потому что все-таки Россия, и там прижать за это могут. Но на самом деле не верит. Тем не менее, он просвещенный абсолютист. То есть он считает, что должен, значит, вот образованные государы возглавить. В целом, это идеология Екатерины, и поэтому она его поддержала первоначально с Сумуроковым. Будет некий образованный государь все возглавлять. Но главным в этом государстве, которое будет возглавлять государь, будут дворяне. Потому что дворяне, они образованные, и они, соответственно, могут выполнять функцию просветителей. Вот эта идея, что офицеры будут просветителями, которая главная для Екатерины, она расписывается Сумуроковым постоянно в различных его и стихах, и серьезных работах, и статьях, и так далее. Как я уже говорил, идея абсурдная и вредная для России, потому что офицеры не могут быть просветителем. Просветителем должен быть тот, кто просветитель. То есть учитель, да, там кто еще, врач, не знаю, профессиональный интеллигент, специалист в области просвещения, но не офицер, не чиновник и так далее. И подмена просвещения на солдафонство, это характерно и для идеологии Екатерины, и для Сумурокова, который всячески это обосновал. Сумуроков сам был генералом, считал, что вот генералы, самые просвещенные люди в мире, и вот нужно все, значит, верить генералам. Вот они как раз всех и научат. А народ необразованный, поэтому должно быть крепостное право. Сумуроков выступал за крепостное право, как и Екатерина, и даже за его ужесточение. Потому что вот раз у нас просвещение, те, кто, значит, неграмотные, они должны быть полными рабами у тех, кто грамотный. Кто у нас неграмотные крестьяне, кто у нас грамотные дворяне. Вот такое вот дело, что тогда, значит, все крестьяне должны полностью подчиняться дворянам, как самому. Значит, что касается характеристики поэтического творчества. Первоначально подражал Тредиаковскому, потом он прочитал работу Ломоносова, который предложил поменять стихосложение. Ну, уже говорил в Тредиаковскому при Ломоносове. Расскажу. И начал подражать Ломоносову. Но Сумуроков политизацией характерен. То есть он вставляет в свои эти поэтические тексты довольно рано сельческую политику, потому что он дворянин. Политически у него все пассажи в интересах дворян. Но надо сказать, что он поддержал политику Елизаветы, которая русских дворян везде вводила вместо немцев. У Елизаветы была политика уже продвижения дворян как класса, причем именно отечественных. И она пыталась, чтобы они и в науке были вместо немцев, и так далее, и в культуре. Это всячески поддерживал Сумуроков. И когда эта идеология стала при Екатерине официальной, он тоже это поддержал. То есть политические взгляды Сумуроков такие, что нужно русское дворянство везде двигать, это самый лучший класс, и на него опираться. Фактически, да, они осуществились. Но, видимо, он выражает взгляды, которые тогда сложились вообще в основном. Надо сказать, что хотя он был просветитель, Екатерина его отстранила, и политическим советникам его не сделала, хотя он тоже ей набивался. Я уже говорил. Поэтому в конце жизни он от политики уже устранился, то, что его от политики устранили. Но вот пока был активный, про политику много писал. В вводах он периодически политические взгляды высказывает. Он отрицает, что бы то ни было сверхъестественное. То есть к религии он относится как к суеверию. И это была основная позиция в XVIII веке. Еще не раз к этому вернусь. Постоянно это повторяю, потому что постоянно мистифицируют различные. Там, допустим, религиозники любят утверждать, что вся там наука и вся культура произошла от религии. Нет, в XVIII веке безрелигиозное было большинство населений. Даже вот такие вот дворяне, типа Сумарокова. Им было стыдно признаться, если бы, допустим, он действительно что-то верил, это было суеверие, это было стыдно. То есть в обществе бы он не мог рассказать, что я там ходил в церковь, потому что это было позорно для дворян. То есть в церковь ходят крестьяне безграмотные. Но в этом стиле, да, он пишет, что разум, да. Значит, люди по своей природе равны. Это и Вольтер писал, это Сумароков признает, но отличаются степенью ясности разума. А так как разум является единственным критерием и вообще-то, так сказать, основой всего, в религию же мы не верим, то вот отсюда и делается вывод, что, значит, дворяне это люди образованные, культурные и разумные, а, значит, крестьяне это люди необразованные, потому безмозглые, и они должны быть в полном рабстве у дворян. То есть из этого вывода не либеральный делается, а наоборот крепостнический. То есть не надо всех уравнять в правах, а наоборот вот этих вот необразованных нужно полностью подчинить дворянам и усилить крепостное право. Тем не менее, рационализм означает, что он классицист. То есть это французский классицизм, ярко выраженный Сумароков, полный подражатель французского классицизма. Он считает, что все литературные определения должны планироваться, должны реализовать готовые, понятные рационалистические схемы, должно быть четкое разделение жанров и так далее. Я уже Буало рассказывал, ну и классицизма будет еще много, к нему еще много раз вернусь. Сумароков классик классицизм. Поэтому, кстати, его всяческая любовная лирика, довольно простая. Там стандартные фразы, стандартные ситуации, потому что он даже любовное что-то, вот такое чувство, он его сразу рационализирует, раскладывает, пишет по схеме. Поэтому она достаточно скучная, но с другой стороны, другой-то не было. Поэтому по моделям Сумарокова писали, допустим, всяческие эти письма, допустим, девушкам. Как по-другому любовное чувство выражать? Не было русского языка, не было традиций. Сумароков первый написал. Ну, плохие написал какие-то вот такие простые, без особого даже описания чувств. Ну, вот это вот и копировали. То есть потом, конечно, у нас будет лирика очень развитая. Сумароков в лирике очень примитивен. Именно потому, что классицист и рационалист. Ну, Сумароков хорош во многом другом, в драматургии там и так далее. Он писал много песен. Вообще он писал практически во всех жанрах, какие были в Европе, вероятно, просто пытаясь дать образцы на русском языке. То есть там сонеты он писал, ронда, станции, все европейские формы. Поэзии все писал Сумароков. Много басен писал. Баллады писал, эпиграммы и так далее. Это практически все неизвестно. Видимо, просто вот он систематически как классицист. Сегодня пишем, значит, эпиграмму. Вот так. Но все-таки хорошие у него говорят песни. 160 песен. И, в общем-то, неплохие. Потому что в песнях он от этих французских идей отходит и все-таки ориентируется на русский фольклор. И у него в песни проникают и ритмы фольклора реального, народного, и больше слов народных употребляет, и поэтика народная есть. Лучшее, что Сумароков, тем не менее, написал, это, пожалуй, его песни. Он писал очень много басен. Большей частью перевода, конечно, как обычно, там этого ЭЗОПа и так далее. Ну и то, что, ну, примерно, как Крылов, да, то есть сюжеты этих басен, они, в принципе, ходячие. 378 басен Сумароков написал. Ну, говорят, что все-таки предшествует Крылову, и в том числе и в языке. То есть он вставляет различные вульгарные слова наряду с церковно-славянскими, что потом будет характерно и для Крылова, тоже создает определенный иронический эффект. Более всего он был известен как драматург, хотя, в общем-то, там всего 9 трагедий, хотя много у него комедий. Ну, известная его трагедия Хорев, которая, собственно, его сделала драматургом известным, это 47-й год, основанная полностью на классицизме, выдуманная история про князя Кия. Значит, не было у них официально украинской культуры, они считали всю украинскую культуру своей. В конце 17 века, как я тут уже рассказывал, официально Московская империя объявила, что это один народ, украинцы и русские. И весь 18 век они этого придерживались. Украинцы самостоятельную культуру начали создавать вот Шевченко в первой половине 19 века. Официально в 18 веке они считают, что это один народ русский. То есть украинцев они считают русскими официально, без всякого сомнения. Потом будут сто лет спорить на эту тему и окончательно признают украинцев 1905 год. Это весьма важно на тему становления русского языка, потому что они свой язык не думают, что это язык великороссов так называемых, они думают, что это у них один язык для украинцев и белорусов, между прочим, и русских. Они думают, что все это русские, язык, который мы сейчас считаем русским, они создавали для всей империи, в том числе для украинцев. У них не различается это в голове. Поэтому язык-то этот не для русских, а этот язык для империи. Но к этому я подробно вернусь, когда буду о Ломоносе говорить. Я к чему все это начал? Потому что история это про Киев, с Марокко, потому что он думает, что там русские. Ну так вот, значит, Кий, князь, потом, значит, Аснельда, некая Аснельда любит брата Киева Хорева, а отец ее, Завлох, воюет с Киевом. Ну, то есть такая классическая для классицизма трагедия, между долгом и чувствами. Ну и вот сталкивается любовь и необходимость бороться с этим самым Завлохом. Ну и все герои говорят длинные речи про страсти и разум, то, что страсти нужно подчинять разуму, в чем, собственно, и смысл произведения. Ну, это классическая трагедия, нам сейчас малоизвестна, никогда их практически сейчас и не ставят, потому что для нас выглядит идиотизмом, но вот тогда считали правильным. А Шекспира считали неправильным, поэтому известна история с Марокковым, который переделал Шекспира. Ну вот они же все переводили, усваивали как-то европейскую культуру. Ну, Шекспира был известен, но его классицисты считали неправильным. Это было барокко. Так, значит, что сделал Сумароков? Он берет Гамлета и написал по Гамлету собственную правильную пьесу. Вот как надо писать, чтобы это был классицизм, чтобы там побеждала добродетель, чтобы там никакой посторонней херни не было. И вот это его Гамлет, Сумароков, довольно такое спорное и известное произведение в этом плане. С одной стороны это вроде как Гамлет, но с другой стороны на Шекспира это не походит. Значит, естественно, поскольку он рационалист, там нет никакой мистики. Тени отца Гамлета нет, просто снится какие-то сны Гамлету. Никаких там признаков там не является. Выбросили всех Фартенбраса, Розенкранца, Гильденстерна и еще кучу всего. Зато у каждого главного героя ввели друга, которому он все рассказывает, чтобы вот герои произносили длинные монологи поучительные. Естественно, побеждает в конце Гамлет. Гертруда уходит в монастырь, Полоний совершает самоубийство. Гамлет никаких там быть или не быть не произносит, он там все время решителен. Гамлет произносит у Сумарокова речи про добродетель, что сейчас он там осуществит добродетели, покарает Гертруду с Полониями, в конце действительно карает. При всеобщем ликовании он получает датскую корону и обручается с Афелия. Афелия, конечно, тоже никуда там ничего не делась там, самоубийством не покончила, она добродетельная девушка, которая достается Гамлету за его добродетель и разум. Короче, от Шекспира только имя Гамлета осталось, в большей части. Имена персонажей от Шекспира остались. Он серьезно думал, что он улучшил пьесу таким образом. Ну, кстати, пьеса у нас с 1948 года, перевод Гамлета. Можно язык заценить, это язык же до Ломоносова. Но что мы видим? Все-таки язык походит на ломоносовский. Поэтому я делаю вывод, что да, они какой-то, по всей видимости, сложившиеся в Петербурге кайне какое-то, вот общепонятное, они его считали, так сказать, лучшим вариантом русского языка и писали в основном на нем. Потому что, ну, все-таки, это даже от Петра отличается тем, что тут все-таки это, да, это русский язык. Вот Тредиаковский, по всей видимости, смешивал этот вот петербургский язык со своим архангельским диалектом. Поэтому Тредиаковского они понимали плохо и все время смеялись, что его тексты непонятны и, в конце концов, они его выжили. Видимо, потому что Тредиаковский думал, вот что русский язык, это значит, то, что он в архангельке слышал, плюс то, что он слышал в Петербурге и перемешивали. Тем не менее, хотя он тут тоже перемешивает активно с церковнославянский, с нижегородским, с петербургским, наверное. Вот тут заметно, что все-таки язык от Ломоносовского отличается. Во-первых, он пишет его, да? Вот его, говорят, значит, у нас украинцы. Вот ГОВЫ, вот в этом случае. То, что Ломоносов в языке поставил именно ГО, говорит о том, что Ломоносов ориентировался именно на украинскую норму. Он ее, по крайней мере, знал. Вероятно, Сумароков, всю жизнь проживший в Петербурге, ее просто даже и не знал, поэтому пишет, как в Петербурге говорят его. Что тут у нас еще отличается? Церковнославянские слова явно вставляются. То есть уже и Тредиаковский, и Сумароков понимали, что они полностью на диалекте не сделают, они сделают на смеси из церковнославянского с каким-то диалектом, который они русским языком считали, с петербургским, да? Поэтому есть много церковнославянизмов очевидных, пачи даже нам непонятных, да? Ну вот я вижу тут, допустим, слово «завсегда», да? Которое тоже явно, мы бы считали, что разговорное, а вот он как нормальный употребляет. Что тут еще? Ну вот, в принципе, вот такие выводы. Вероятно, есть у них какое-то кайне петербургское, недавно сражившееся, потому что только что Петербург построили, в которое они активно вставляют церковнославянские слова, потому что таких слов просто нет в этом диалекте. Если это диалект устный, то, конечно, в нем нет всяких книжных слов. Откуда они их берут из церковнославянского? Но все-таки язык у него отличается от Ломоносова, и они будут спорить с Ломоносовым и Страдьяковским на этой почве. Сам по себе спор означает, что и не было никакой традиции. Да а что? Что может означать, когда ее не было? То есть никакой предшествующей традиции писания на этом языке не было, и они все трое жутко спорили по поводу каждого слова. Ну не каждого, но постоянно спорили о значении слов, что ты там неправильно, неправильно. А как правильно никто не знал, не было же стандарта русского. Тут еще что надо сказать, видимо, я в Ломоносове еще повторю. Ни один из этих трех не проводил никаких научных исследований, хотя бы в чем заключается петербургский диалект. Они опирались на собственное субъективное представление о том, как вот они говорят, как, допустим, Ломоносов говорил, вот так он это считал русским языком, Сумароков говорил, он это считал русским языком, Третьяковский и так далее. Научный какой-то, то есть не проводилось кодификации каких-то диалектов с какими-то научными способами. Потому что нам сейчас врут, что они якобы фиксировали какой-то язык Москвы или что. Они его не фиксировали, они в Москве не жили, они жили в Петербурге. Они не фиксировали, там не ходили, допустим, у бабушек, не спрашивали, как ты так говоришь или сяк говоришь, как сейчас диалектологи делают. Вот как он сам говорил, просто, Сумароков, он считает, что люди его понимают, вот так он и писал. Это абсолютно не научный подход, и они не ставили целью кодификацию ни питерского, ни московского диалекта. У них были цели создать общий имперский язык и для украинцев, и для Петербурга, и для Москвы, и для Севера. Я еще раз это все потом повторю в Ломоносове, и цитаты прямые Ломоносова о его целях приведу. Поэтому утверждать, что это якобы кодификация московского диалекта, как это делает сталинская уже традиция академическая, это подмена их реальных целей, и это просто теория, которую они подкрепляют там по типу «натяни сову на глобус». То есть пытаются подобрать какие-то факты, которые эту теорию могли бы оправдать. А теория была задана просто сталинской этой идеей, о том, что есть три народа, украинский, белорусский и русский, соответственно, русскому нужен какой-то язык, вот этот имперский язык приписали русскому народу. Но этот язык не для русского народа создавался, а для всей империи, включая украинцев. Так, вернемся к Гамлету. Гамлет его был популярен, потому что тогда именно такая была поэтика. То есть Гамлет Сумарокова у нас был более известен, чем Гамлет Шекспира, и Гамлет Шекспира просто не знали, а вот это правильный Гамлет, его часто ставили. Значит, помимо Гамлета он написал «Дмитрий Самозванец», очень политизированное произведение, где Дмитрий Самозванец представлен законченным мерзавцем, а Шуйский, который действительно был мерзавцем, восстал против тирании самозванца. Ну, это соответствует позиции романовской историографии, ну и говорит о том, что, естественно, ничего, никакой реальной истории они не изучали. Был определенный миф, созданный еще романами про этого Дмитрия Самозванца. Ну и вот он его реализует уже в литературе, выполняет, так сказать, заказ свой. Помимо девяти трагедий он создал 12 комедий, причем значительная часть комедий посвящена нападкам на Тредяковского, с которым они поругались. В частности, Трисатиниус. Ну, кстати, в комедиях он очень много о языке, там много очень иронии, естественно, наезжает на все проекты Тредяковского о языке, всю его позицию. Дальше у него есть комедия «Пустая ссор», где он высмеивает, как говорят дворяне, все время вставляя французские слова. Это высмеивал и Фан Визин. Но сам факт этого высмеивания не говорит о том, что это было массовое явление, которое они игнорировали просто потому, что у них были такие теоретические взгляды, что надо, так сказать, церковно-славянский вставлять, а не французский. Но реально это, получается, дворянство говорило вообще на смеси французского, церковно-славянского, русских устных языков и так далее. Вот реальная речь дворян, даже реальная речь дворян, ими не отражается, потому что они классицисты, у них есть теория, как надо русский язык создать, это они по теории работают. А даже реальную речь своего класса они не учитывают. А реальная речь о классе была наполовину французской, это уже заметно у Петра, который там с голландским, с немецким все перемешивает. Это заметно в письмах императриц. Елизавета все время с французским перемешивает активно. Скорее всего, Елизавета говорит примерно, вот как ее двор говорил, смесь французского с нижегородским. А эти ребята, они теоретики, так сказать, они обложившись книгами, и создают некий язык, который им кажется рационально правильным. Ну, вообще-то, в комедиях Сумарокова, в связи с тем, что стандарт еще не установился, всяких слов народных довольно много, и они могут использоваться для реконструкции того, как же выгодили это реальный диалект. Потому что народные слова все-таки действительно Сумароков слышал, видимо, в Петербурге, где он все время жил, и, видимо, там отражается какая-то речь народа в Петербурге. И реальная речь, кстати, и дворян Петербурга, которая тоже другая была. Поэтому это можно исследовать как реконструкцию того, что было на самом деле. Но что было на самом деле, мы никогда не узнаем, потому что не проводилось научных исследований, никаких диалектов. Мы не можем точно сказать, соответствуют ли какие-то конструкции Сумарокова, Традиаковского, Ломоносова, реальной какой-то речи. И, скорее всего, не соответствует, что все трое были классицисты и считали, что разум должен, так сказать, навязывать правильное представление действительности. Они совершенно искренне так полагали, что нужно запланировать что-то, и действительность будет этому подчиняться. Трудолюбивая пчела, его, значит, публицистика туда входила. Трудолюбивую пчелу закрыли, как у нас обычно правительство, значит, закрывалось. Во-первых, ну, в основном закрыли из-за доносов Ломоносова. Во-первых, Ломоносову подчинялись цензоры, которых поставили, и цензоры постоянно выискивали. По наводке Ломоносова цензоры выискивали у Сумарокова все время какую-нибудь гадость. И Ломоносов активно писал доносы на этот журнал, и кончилось тем, что все-таки, значит, Елизавета склонилась на сторону. Ломоносову трудолюбивую пчелу закрыла. О чем, кстати, постоянно вот есть всякие очерки русской цензуры, истории русской журналистики. Всегда пишут, что прискорбно это все, что в результате доносов фактически от травли Ломоносова, да, закрыли первый русский журнал, который писал Сумароков. Ну, Сумароков там много писал статей, фактически почти все трудолюбивую пчелу он писал, хотя уже соратники там были у него. Фильетонный он писал, статьи всякие, очерки там. Но он там излагает свою, конечно, теорию, что вот дворяне, ну я уже говорил, да, что, значит, дворяне будут править, дворяне будут, это самое, идеальный мир создадут, то, что они просвещенные и так далее. У него там утопия есть о том, как некий мудрый государь возглавит страну, и там просвещенные дворяне будут, все так, то есть его утопия включает крепостное право. Даже когда он пишет о каком-то идеальном обществе, да, будущем, там тоже есть крепостные. Потому что генерал Сумароков без крепостных не видит идеального мира. В идеальном мире Сумарокова крепостное право. Это надо хорошо понимать, что по идеологии, по своей внутренней сущности, они дворяне. Тем более для них крестьянский язык, то есть реальный язык 99% населения России нихуя для них не значит, потому что для них это стадо баранов, которые должны быть рабами. О чем он постоянно пишет в каждой статье, когда до этого доходит. Поэтому на их язык он вот так вот плевать даже, даже не хотел плевать, он просто его не замечал. Это не больше для него значил, чем язык тараканов. Поэтому утверждать, что какой-то народный язык кодифицируется у Мароков, либо абсолютно такой же Ломоносов, это, конечно, далеко не так. А вот что можно утверждать, это то, что он масон, и трудолюбивая пчела находится под сильным влиянием масонской идеологии. Безусловно, там ложе базировалось в кадетском корпусе, сразу там офицера, на кадета учатся, на офицера сразу масон. Образ пчелы, это масонский образ, то есть собирает знания со всего мира, мед это знание, пчела собирает мед, и вот, соответственно, об этом вся вот эта вот, вот этот самый журнал был. В журнале много явно вот масонской тоже символики, да, там, в общем, почти все были масоны, буду к этому еще возвращаться. Масоны были там и очень хорошие, такие окна веков, и до него я дойду. Ну, в общем, если говорить о каких-то вот религиозно-философских увлечениях, в сумму Рокова, то это масонство, и в трудолюбивую пчеле это точно обнаруживается. Но это ему не мешало про крепостное право рассказывать, что это очень хорошо. Ну, все-таки, это да, это политическая позиция, это не то. Потому что многие масоны были демократы, действительно. Но не Сумароков. По поводу литературной войны всех трех основателей русского языка, она... первоначально поругались Тредиаковский, Ломоносов 1743 год, однако Сумароков свою позицию уже где-то в это же время высказал. В 1743 году они втроем встречались и обсуждали, но окончательно разругались. Уже в 48-м году в Гамлете сплошные нападки и на Тредиаковского, и на Ломоносова, у Сумарокова. Но вот это вот наше все. Поскольку интеллигенция у нас происходит от дворян, ничего договориться они не могут, и это даже в блогах постоянно. Даже ничего как-то вот так вот спокойно не обсуждается, довольно быстро переходит к оскорблению, мы же тут все, блядь, дворяне же, да, все же у нас, нахуй, честь же задета, если у кого-то другое мнение. И переходит довольно быстро к доносам. Ну и так же было и у первых этих. Они довольно быстро перешли к оскорблению, мол, Сумароков, почти в каждой трагедии, комедии кучу наездов или на Третьяковского или на Ломоносова. А Ломоносов предпочитал писать доносы на то, что ты там против религии, ты там против императрицы, ты вообще хуйней страдаешь, и вот все. Перешли довольно быстро к этой всей практике. Особенно они ничего не обсуждали. Суть их дискуссий сейчас тоже, кстати, часто обсуждается. Некоторые считают исследователи, что серьезные какие-то вопросы, некоторые считают, что второстепенные на самом деле, но они по всем вопросам ругались. То есть даже комплексно не искать в чем суть, они по любому мелкому вопросу могли ругаться. Ну, Сумароков в основном какую... А, ну, блин... А, ну, еще они вели критику с точки зрения классицизма. Все трое были классицистами, надо сказать, да, и что Третьяковский обвиняет Сумарокова в нарушении канонов классицизма. Это тоже есть. Нелогичный сюжет, несоответствие жанра. Вот это постоянно Третьяковский выводит. Но из этого не следует, что Сумароков не был классицистом, он был классицистом, просто это у них уже внутри классицизма, обвинение, что ты недостаточно, так сказать, соблюдаешь нужные каноны. Третьяковский к 50-м перешел на такую позицию, что нужно как можно больше церковно-славянских слов вставлять, об этом я говорил, а Сумароков считал, что умеренно. Однако же сам Третьяковский вставлял слова диалектные, которые эти не понимали. Как я уже говорил, у Третьяковского еще какой-то диалект, они их вообще не понимали. Считали, что он какие-то грубые слова пишет, непонятные. Поэтому тут даже трудно вот в плане языка позиции. Ну да, Сумароков считал, что церковно-славянского нужно умеренно по сравнению с Третьяковским. Но Третьяковский тоже все равно использует диалектные слова. Поэтому как бы тут тоже нельзя сказать, кто из них был больше за церковно-славянской. Хотя иногда считают, что просто, считают, что Третьяковский был за сославянизмы. Позднейшие произведения поздние Третьяковского типа Телемахида сильно набиты церковно-славянскими словами, а также всякими словами, которые придумал лично Третьяковский. Или взял из архангельского диалекта, хрен его знает. Поэтому считается обычно, что Третьяковский тяжело писал, а Сумароков легко. Но это относительная позиция все-таки. Что касается Ломоносова, Сумароков считал, что Ломоносов пишет слишком пафосно, через чур все засоряет метафорами. Сам Сумароков писал, как я говорил, достаточно логически, а Ломоносов все-таки так образно. Ну и Ломоносов все-таки лучше писал. Потому что для поэзии нужна образность. Вот Сумароков ругал Ломоносова за то, что он хорошо пишет, за то, что там образов слишком много. А нужен быть разум. И очень много написал по этому поводу Сумароков. Ну, в общем, он был такой топорный классицист. Сумароков и Ломоносов более гибкий, и вот поэтому они ругались. Что касается русского языка, у них явно был разный русский язык. Они постоянно считают, что друг у друга ошибки. Хотя там часто это просто то, что сейчас воспринимается как разные нормы. Считают, что слова не понимают. Все трое так считают. То есть, видимо, у них просто три разных русских языка, и они свой язык навязывают. Судя по этой критике, которой они занимаются. Язык они критикуют друг у друга, но основания не совсем понятны. Потому что не было же нормативного словаря или грамматики. Нормативный. Он Ломоносов грамматику в 56-м году издал. Поэтому что они тут обсуждают в плане русского языка непонятно. Очевидно, что у них просто собственное об этом представление. Ну, перейдем к русскому языку. Классицизм во Франции основан на определенной традиции языковой, которая к латыни восходит. Потом у них была длительная традиция французского языка средневекового, которым я говорил старый французский язык. Потом новый французский язык они еще в 16-м веке создали. Ничего такого не было и все прекрасно понимали и Сумароков, и Ломоносов, и Тредяковский постоянно об этом пишут, что нет никакой традиции. Вот это, кстати, когда в борьбе со сталинистскими этими бредом, которые сейчас в любом учебнике продолжаются, не было никакой традиции на этом языке, на котором они писали. Это наши литературе когда они описывают Сумарокова, Ломоносова, они тоже об этом пишут, что не было традиции. То, что писалось в 17-м веке всеми воспринималось как церковно-славянский, ну, славянский язык они говорили, писали на славянском языке. И никто не считал, что это был какой-то, блядь, старорусский язык, средневековый русский язык и так далее, который сочинили при Сталине. Все они считали, что до них писали на славянском языке, на церковно-славянском, при этом они считали, что да, это уже устарело, этот славянский язык никто не поминал, не понимает, есть эпистолы Сумарокова о русском языке. Вот он пишет, что да, этот язык никто не понимает, но все они, трое, считали, что русский язык происходит от церковнославянского, еще вот такая позиция. То есть они считали, что самый древний был церковнославянский, наличие в нем каких-то восточнославянских слов они вообще игнорируют, там их мало. Вот сейчас из этого раздувают, что якобы был старорусский язык, на основании, что там было небольшое количество восточнославянских слов в некоторых текстах. Их было настолько мало, что Ломоносов их не замечал. Все трое считали, что был церковнославянский, от него произошел русский, ну, по аналогии к французски, от латыни. И сейчас надо их смешивать, потому что церковно-славянский – это тоже русский. Вот позиция Сумарокова, прям вот эпистола о русском языке, текст его. «Не мне, что наш язык не тот, что в книгах чтем, которые мы с тобой нерусскими зовем». То есть вот то, что там книги нерусские, церковно-славянские, это они прям так говорили, да. «Он тот же, а когда бы он был иной, как мыслишь, лишь только от того, что ты его не смыслишь, так что осталось бы при русском языке?» Ну то есть он говорит, что хотя мы этот язык не понимаем, но от него происходит русский. Вот позиция Сумарокова. Это неправильная позиция, потому что русский, ну вот русский в том смысле, что устные диалекты населения, допустим, Петербурга, Москвы, да, не происходят от старо-болгарского языка. Церковно-славянский язык – это просто старо-болгарский язык. Все, вот исходя из этой позиции, что старый русский язык – это церковно-славянский, они считали, что можно вставлять в русский текст церковно-славянские слова, лишь бы их понимали. А кто их понимает, кто их не понимает, у них были разные позиции, поэтому вставляли разные слова церковно-славянские в разных пропорциях. В целом, Сумароков с Ломоносовым договорились, что высокий стиль – это церковно-славянизм, а низкий стиль – это русские слова. Это у них тоже как бы, они уже в 40-е годы к этому пришли, но смешивать эти стили они в разных пропорциях, и они постоянно спорили об обместности употребления этих церковно-славянизмов. В тех или иных жанрах, например. Потому что никакой традиции не было связано с этим, где употреблять эти слова, где не употреблять. И ругались по этому поводу и объясняли все это долго. Для Сумарокова характерно, что он, поскольку считал, что церковнославянский тоже русский, он их перемешивает хаотически, что характерно и для Петра, и так далее. Но вот у Сумарокова это продолжается, а Ломоносов на это наезжает, что не надо хаотически, должна быть одна форма, если мы уже так решили, допустим, что вот эта форма русская, тогда вот она всегда должна быть. Сумароков может вставлять даже старые грамматические формы типа «перфекта», которые не употребляются, какой-нибудь там «аорист», может он церковнославянский вставлять, просто вот думая, что это тоже русский. Хотя вот это уже очевидно никак не употреблялось и очень давно уже, вот эти болгарские чистоформы. И сейчас до сих пор только в болгарском языке сохранились. Ну, так, чтобы не затягивать, ну, все, пожалуй, вот позиции по-русскому понятны, и подробнее по-русскому надо мне в клепе Аломоносове рассказать, который, собственно, и создал стандарты наши современные. Имеется у него последователи, в особенности Хирасков и Елагин, Нарышкин, Нартов, Ржевский тоже, но лидер его последователей Хирасков. Они у него были еще, когда была трудолюбивая пчела, они там тоже печатались. Они потом еще выпускали журнал «Полезное веселение», ну и так далее. Про Хираскова, может быть, я как-нибудь отдельно расскажу, даже не может быть, а надо, конечно, потому что видный автор русский. Они все сгладили вот эти все яркие выпады, все Сумарокова. То есть Сумароков много критиковал дворянство, что дворянство должно быть просвещенным, подняться, так сказать, до нужного уровня. Хирасков находился под влиянием Руссо, он считал, что дворяне должны жить в деревне, не выебываться в естественной среде и так далее. То есть Хирасков более мягкий. А Сумароков, конечно, он такой скандалист, ну и Тредяковский такой же, Ломоносов. Видимо, вот люди такие были, елизаветинские, такие непрошибаемые со своим мнением, там шли наперевес, со всеми ругались. А Хирасков уже живет при Екатерине, там все такое сглаженное, расслабленное. Но в целом Хирасков считает себя поклонником и продолжателем Сумарокова, и он на нем всегда очень хорошо пишет, как о классике. В целом Хирасков и вся прочая школа, это все по-прежнему классицизм. Однако судьба наследия Сумарокова у нас печальная. Потом после классицистов пришли романтики. Вот Пушкин, яркий представитель романтизма, вообще-то был всегда. Потом к реализму частично перешел. А они полностью романтики отвергали всю традицию. И Сумарокова, и Державина, и тем более Ломоносова всех. Все, это для них были плохие поэты, и поэтому все, перестали. Мы сейчас нигде не изучаем в школе Сумарокова, и, наверное, не знают, кто такой. К тому же язык теперь считается архаичным, потому что окончательная кодификация русского была как раз где-то в конце жизни Пушкина. Тогда уже нормативный словарь выпустили, а все-таки у них еще русский язык создается, и у них норма болтается. Поэтому иногда выглядит очень странно. И Сумароков, и Ломоносов. Странно и тяжело. Я думаю, что все, кто читал хоть раз Сумарокова-Носа, думают, что язык мы понимаем, это русский, грамматика русская. Но странно иногда выглядит. Это потому, что словарь русский выпустили при Пушкине. И там уже тот язык 19 века, который мы уже не считаем странным. Ну все, его похоронили вместе со всем 18 веком, никто не знает. В историографии определенные позиции сложилось. Кстати, вот была статья Гуськова в 2013 году о том, что много мифов. В частности, есть миф о том, что якобы Сумароков был дворянином, да, и дворянские позиции выражал, а Ломоносов якобы разночинцем и выражал, так сказать, позиции третьего сословия. Это условный миф, ни о чем совершенно. Ломоносов такой же был чиновник, и никаких позиций никакого третьего сословия не выражал, и в языке тоже. Ну, это все еще раз говорит о том, что наша вся традиция филологическая, лингвистическая, вся совершенно тентенциозна. Там по-прежнему мифология господствует, в том числе и в позиции по поводу происхождения русского языка, которую я тут в основном на канале критикую. Поэтому обращать внимание на нее не надо, нужно обращать внимание на факты. Примерно вот факты мной были изложены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова